Совсем недавно здесь, на зелёной зоне напротив дома советов, росло множество деревьев и кустарников. Теперь же здесь располагается пустыня из пеньков, шишек и веток. Разрешение на спил деревьев городская администрация не давала, однако частник решил поступить по-своему и спилил деревья. Первыми, кто возмутились, были жители Ленинского района. Так насколько данное решение было правомочным? По словам очевидцев, на участок между домами номер 10 и номер 12 по улице Радищева приехал КАМАЗ без номеров. Рабочие с помощью спецтехники срубили клёны, рябины, липы, а также семь голубых елей, которые украшали территорию зелёной зоны более 30 лет. На защиту насаждения выступили и экологи. По мнению членов общественной палаты Льва Левитаса, сложившейся ситуации собственнику следовало пересадить деревья, а не уничтожать. То, что сносят зелёные насаждения, ничего хорошего в этом нет. Должна быть система, если уж так вот приезжало, что нужно убрать, то должна быть какая-то система пересадки. У нас, насколько я знаю, ни одной единицы техники нет, которая бы конусом вместе с землёй вырезала и большие меры пересаживала в другое место. Тем не менее, частник решил с деревьями не возиться. В соответствии с публичной кадастровой картой Ульяновска, участок на улице Радищева находится в частной собственности под индивидуальное строительство. Вот собственник, видимо, и решил расчистить площадку. Однако, как сообщили в городской администрации, в стройке управление архитектурой города ему отказало. Стоит отметить, что согласно действующим правилам благоустройства, собственники участков под ИЖС не обязаны уведомлять органы власти в планируемой вырубке деревьев. Исключение составляют ценные породы и деревья с толщиной ствола более 70 сантиметров. На месте была проведена экспертиза спилов для уточнения породного состава и возраста деревьев, а также написано заявление в правоохранительные органы. Проверка в отношении инициатора сноса деревьев продолжается. Максим Писарев, Данил Сурков, Уллправди ТВ.